В студии ТВ «Пробуждение» один из старейших травников России, доктор медицинских наук, профессор Александр Семёнович Ручкин. Добрый день, дорогие друзья! Друзья, какое прекрасное слово! Когда древнегреческого философа Зенона спросили, что такое «друг», Зенон ответил, «друг – это второе «я». И когда я вас сейчас назвал «друзья», я назвал вас так в полном праве, потому что вы слушатели, мое второе «я». Вы мои строгие судьи и справедливые критики. И пусть даже несколько минут назад я с вами не был знаком, я говорю вам «друзья». Помните о Пушкина? Друзья, прекрасен наш союз. Да, где бы в нашем огромном мире мы не находились, мы всюду встречаем друзей. И когда я со своими лекциями по фитотерапии приезжаю к коленеводам Магадана, к шахтерам Кузбасса, к стальварам Уралмаша, к труженикам Дона, Кубани, Адыгей, я всюду встречаю друзей. И надеюсь, что сегодня я также встречу друзей. И наша встреча пройдет в дружеской и теплой обстановке. Знаете, когда я разъезжаю со своими лекциями по нашей большой необъятной России, мне практически всегда задают один и тот же вопрос. Профессор, скажите, что у нас? И начинаются жалобы. Одни жалуются на чрезмерную усталость, другие на повышенную раздражительность, третий на плохой сон, четвертый на плохой аппетит. В общем, перечислять можно очень долго. И я практически всегда говорю, что это неврозы. Но что такое неврозы, я думаю, вам хорошо известно. Это функционально обратимое явление в нашем организме. Мы сейчас с вами живем в очень бурное время, когда наш человеческий мозг получает очень большой поток информации. Это пресса, телевидение, интернет. И таким образом, получив такой большой поток информации, наш человеческий мозг не успевает ее обработать. И мы получаем стресс. И особенно вы, дорогие женщины, получив даже легкий стресс, старайтесь скорее протянуть руку к царице спокойствия, валерьяне или более сильнодействующим препаратам, такие как назепам, тазепам, рудотель. Перечислять можно очень долго. И я практически всегда говорю, стоп, остановитесь. Есть очень много других методов поправить свое здоровье. Это апитерапия, это герудотерапия, это фитотерапия. И поэтому при нервных стрессах я всегда советую самый простой фитосбор. Взять 50 грамм корень валерьяны, 100 грамм корень пиона, 50 грамм душицы, 50 грамм эвкалипта, 50 грамм цвет липы, 50 грамм хмель. Сложный не надо. Все это соединить в один сбор, тщательно перемешать. Две столовые ложки сбора залить на ночь, 0,5 литром холодной воды, утром процедить и принимать. Мне говорят, а почему не кипятком? Если мы возьмем с вами кипяток сейчас и нальем на руку, мы что получим? Термальный ожог. Тем более мы не имеем права перед Всевышним, перед растением, оно тоже живое, заниматься его экзекуцией. Если мы заливаем кипятком, буквально 3-4 минуты распадаются, что пептиды, затем микро-макроэлементы, затем аминокислоты, и мы пьем крашеную воду, ах, как нам не помогает, ах, как нам хорошо. Это феномен плацебо. Травы нужно, чтобы сохранить все вещества, заливать только холодной водой на ночь. Не зря же в сказках, говорят, была живая и мертвая вода. Кипяченая вода – это мертвая вода. Сырая вода, где все сохранены микро-макроэлементы – это наше здоровье. Если вы любите пить водичку, то возьмите обычную, только ни в коем случае не полиэтиленную, стеклянную бутылочку, залейте на ночь холодной водой и поставьте не в морозилочку, просто чтобы в холодной, она все равно чуть-чуть у вас прихватится. Вот эта вода будет живая. Сердцевину можно не пить, а вот так, что раз будем говорить о фитотерапии, значит, что вас интересует, вы мне зададите вопросы, я на них постараюсь ответить. Вы сейчас так рассказывали о том, из каких трав этот сбор. Складывается такое ощущение, что вы просто душу этих растений знаете. А как это получается? Ну, растения – это живое, как и мы. Прежде чем сорвать растения, я с ним… Нет, я адекватен, в трезвом у меня светлой памяти, несмотря на свой возраст. Я спрашиваю у них разрешение, а можно ли их сорвать? Если они дают мне добро, то я рву. А некоторые травки говорят, да, не удивляйтесь. Нет, меня еще рано трогать. Подожди немножко, у нас вегетативный период идет. Вот через год, через два приди, сорви. И обязательно, обязательно, если вы любитель собирать трав, хотя бы любую молитву почитайте. Тот же Псалом 90-й или Отче наш, но с молитвой. Но даже если вы не знаете молитвы, это не настолько страшно. Вы своими словами обратитесь к Богу, и оно быстрее дойдет до Всевышнего, чем вы зазубрите определенный текст. Это будет без души, а все должно исходить именно из глубины души. Тогда мы получим результат. Я проводил эксперименты, давал настои или отвары, как говорят, да, без молитвы, не накладывая информационное поле на тот или иной состав, я не получал такого результата. Но когда я начал хотя бы читать молитву о здравии, там, о прямой усердной Божией, о честине святой души, троице поклоняемой славиемой, призри благотробную раба или рабу Божию одержимую болезнью, отпусти всякое согрешение вольное и невольное, подай исцеление от болезни, возврати здравие и силы телесные. Все, не надо много. Но там можно дольше читать. Но этого достаточно, чтобы ваша душа, частичка вашей души, ибо, как в Библии говорится, что мы создание Всевышнего, мы частичка космоса, как он создал нас по подобию себя. Поэтому обязательно мы должны быть всегда в любом возрасте детьми природы. А можно сказать, что это энергоинформационный обмен? Вот смотрите, вы читаете молитву или вы от души обращаетесь к религии? Это действительно, как вы сейчас сказали, энергетический информационный обмен. Как вас привело-то вообще в эту отрасль? Почему? Когда вы поняли, что вы травник? Травником я стал, наверное, в лет 8, еще не заканчивая медакадемию. У меня бабушка была травницей. Как знаете, мы все, каждый присутствующий здесь, из поколения в поколение, хватаем частичку чего-то родного, чего-то близкого. Вот я увлекся в детстве, затем уже в медакадемию, и далее-далее пошло мое хобби, перешло в мою профессию. Насколько мне известно, у вас есть препарат, который исцеляет рак? Да, он называется Руалпан номер 2. Основной компонент – это плоды маклюры, противопухоли, грибы рейши, сафора японская, агарикус. И действительно, этот препарат очень хорошо способствует при остановке роста метастаз и уменьшению злокачественных и доброкачественных опухолей. А есть ли какие-то у вас доказательства? А доказательства у меня есть, вот одно из них, в город Анапа, в 47 лет она весила 27 килограмм, рак печени четвертой степени. Позвонили ее дочери, говорят, приезжайте маму забирать, ну, будьте готовы. И кто-то говорит, там дедушка живет, сходите к дедушке. Вот они пришли ко мне, и это уже прошло 20 лет. Она жива, здорова, в той же Анапе, в той же Анапе. У него был рак легких четвертый степени, тоже приехал ко мне в горы Адыгеи, нашел меня на Азирской пещере, я там занимался сбором трав. Но он вначале отнесся скептически, когда он через 3 месяца сделал КТ, а опухоль на 45% за 3 месяца уменьшилась. Естественно, он в это поверил и прошел полный курс лечения. Сейчас он является моим другом. Все мои пациенты, которые прошли через онкологию, стали моими друзьями. У него тоже был рак третьей степени легких, это было 2 года назад. Пройдя полный курс моего лечения в фитотерапии, с него полностью на данный момент снят диагноз рак легких. Ну, я дам вам номера телефона, ребята с удовольствием расскажут, как они со мной встретились, в каких случаях, и как они чувствуют себя на данный момент. У вас, я смотрю, на сайте есть еще вот ванная, значит, Зехские ванны. Зехские ванны. Это лет 20 назад, я не помню название художественной книги, и там было сказано, как Зехи лечились в древности. То есть копается яма 2 метра, 2,20 длиной, 1,80 шириной и 2,20 глубиной. Выкладывается специальным речным камнем, и в этой, будем говорить, типа могилы, яме, в течение 12 часов жгутся деревья твердых пород. Все это земля прогревается, эти камни прогреваются. Затем идет первый слой травы папоротник-щитовник, затем копытень белогибридный, потом папоротник-орляк. И так вот 39 слоев травы, вот. Затем стелется простынь человека, больной там грыжи позвоночника, или болезнью Бехтерева, остеохондрозом, артритом, бруцеллезом, полиартритом. Можно прийти, если долго ложиться на эту простыночку. Также сверху накрывается простынью, и уже в обратном порядке те же травы снова закрываются. И вот он лежит 40 минут в этой ванне, под весом где-то 100 килограмм травы, он не ощущает эту тяжесть. Температура ванны где-то 40 градусов. И человек, ну, читает книгу или что-то, через 40 минут он выходит, мы обмазываем его затем тамбуканской грязью, известная тамбуканская грязь. Мы ее берем в районе города Пятигорска. Вот. Затем обмываемся тоже 10-15 сеансов, и человек чувствует себя прекрасно. Ну, трудоемкая работа, но пока эти ванны единственные в мире. Больше подобия этим ванн в мире нет. Потому что очень трудоемкая работа. И когда, а сколько стоят эти ванны? Я говорю, ну, пойдите в магазин и купите. Если хотя бы раз я за эту ванну возьму деньги, поверьте, пользы я не дам человеку. Это уже будет что? Моя жадность. И здесь надо с душой. Если человек желает, он сам отдохнет. Нет, это, дай бог, это всевышняя воля, понимаете. Нельзя деньги брать вот именно за эти ванны. Я не знаю почему. Но вот мне такая информация пришла, что не смей. А где вы принимаете? Я принимаю поселок Каменоморский, республика Адыгей, Майкопский район, комплекс Беловодия. Расскажите, пожалуйста, Александр Семенович о себе. Бывший деревенский мальчик. Родился 23 мая 1930 года в станице Александрийской, Георгиевского района Старопольского края. Так же, как все учился в школе. Ну, рассказывать я такой, как и все. А скажите, пожалуйста, ведь каждая трава, я просто читала, что каждую траву нужно собирать в определенное время. Определенный час. Даже возьмем обычную крапиву, двудобную. Во все периоды времени, зависит от фотосинтеза. Весной она имеет одни свойства, летом другие, осенью третьей. Корни собираются почти в ноябре, когда уже начинается снега выпадать. И так же семена. Каждый орган, будем говорить, травки имеет свое положительное влияние на организм человека. А как я получил эту информацию, будем говорить так, да? Ну, и вы подумайте, что старый маразматик. Нет. Я, когда мне было 8 лет, я умер. У моей мамы было свидетельство о моей смерти. У меня был брюшной тиф. И я, как сейчас, помню, что я рос без отца с мамой и бабушкой. И вот они положили две тубареточки. На эти тубареточки доски накрыли. И вот я лежу мертвый. И они плачут. А я смотрю на них сверху. И мне их настолько стало жалко, что я вернулся. И после этого, я не знаю откуда, я знаю час, время, минуту, какую-то... При одном и том же заболевании, я говорю, вот почему у моей дочери холецистит, вы выписали пижму. У меня холецистит, а вы у меня бессмертник песчаный или репешок, понимаете? Я сам не знаю. Это должно быть чисто индивидуально. Мы должны учитывать рост, вес, цвет волос, цвет глаз. Все должны в этом учитывать. В медицине не должно быть красной линии, как это было в советские времена. Всем одно и то же красной линии. И поэтому волей или неволей нам приходится возвращаться к истинной медицине. Есть такое, поверь, говорит, народная. Да, она народная. Но ее называют почему-то нетрадиционной. Это от безграмотности. Вот именно она традиционная, то, что складывалось веками, тысячелетиями и передавалось из уст в уста. Александр Семенович, у вас есть ученики? Нет, пока нет. Я очень хочу. У меня был один ученик, известный врач, здесь наш, московский, да? Но, нахватавшись верхушек, он на моих знаниях начал делать деньги. И поэтому я его сразу отверг. Мне не нужны такие ученики. Если есть желание, я сам готов его прокормить, обуть, одеть и помочь материально, если он не будет брать денег с людей. Вот это будет ученик. За деньги. Если мы говорим, за деньги разве можно? Каждый бы из нас пошел в магазин и купил себе здоровье. Нет, здоровье за деньги никогда не купишь. А вы бы согласились, вот если, например, люди посмотрят эфир и найдутся какие-то люди, которые вот бескорыстно... Если бескорыстно будут они потом мои знания передавать другим людям, помогать людям, но только бескорыстно. Я с удовольствием и пять, и десять человек возьму на учение, да, абсолютно бесплатно, только чтобы они не брали денег. А знания эти вы ни в одном учебнике не прочитайте. Те знания, которые я накопил за эти все годы. А, кстати, об учебнике вы не хотите создать учебник? Сейчас планируется создание. Будет, выйдет большая энциклопедия лекарственных растений серверного Кавказа, где будет описано более двух с половиной тысяч лекарственных растений и более сорока тысяч рецептов. Вот есть у меня такой близкий мой друг Джамал Амарович Амаров. Он даже согласился, говорит, ты только на я это все оплачу, только издай такую книгу. Многие люди заинтересованы, но пока готовимся к этому. Вам почти 90 лет. Ну, на следующий год будет 90, да. А в чем секрет вот того, что вам, ну, лет 40, на вид? Во-первых, верить в себя. Есть такие стихи, не помню чьи. Умейте управлять собой. Во всем ищите, лишь только добрые начала. Споткнувшись где-то в этой жизни, самому вставать. В себе самому искать опору. При быстром продвижении в гору, друзей в пути не растерять. Не злобствуйте, не исходите ядом. Ищите лишь добро везде, особенно упорно в тех, кто рядом. Поверьте, беды все уйдут, несчастья тоже устают. И будет день счастливым. Я думаю, здесь все сказано. Быть добрее, быть честнее, быть открытием. Вот когда человек говорит, у меня желчный, да, ну, холецистит, там, калькулезный холецистит. Это уже вредный человек. Он завистливый человек. Исходится с желчью, отсюда и есть, понимаете? Поэтому даже можно судить. Понимаете, у нормального человека, он не сходится с желчью. Он идет к вам с открытой душой. Нет подоплек. Вам нравится идея, чтобы люди, которые хотят приехать, приезжали бы кто-то туристами, кто-то исследователями? Конечно, конечно. Мы с удовольствием встретим. Пусть приезжают отдыхают. Но они будут членами нашей семьи. Они не будут считать, что они приехали в какую-то гостиницу, понимаете? В какой-то комплекс, где музей, где есть все. Они приехали как домой. Это они будут чувствовать с первой секунды в Беловоде. Огромное вам спасибо за то, что вы нашли время к нам приехать. Спасибо. И вы приезжайте. Огромен и велик мир, в котором мы живем. Неумолимо время. Беспощадный ритм нашей жизни. И человек в этом мире так часто теряет те качества, которые и позволяют ему называться человеком. Мы все почему-то стали забывать, что такое доброта, что такое милосердие. Постучаться в дверь соседа, протянуть ему руку, взглянуть в глаза и сказать, мы нужны друг другу. Мы разучились так жить. И не цели-то мы все наказаны множеством болезней, одолевающих нас. Потоком стресса, хондроемок одиночества. Мы спешим за помощью к нам, врачам. Покупаем таблетки, микстуры, а болезни не отступают. Люди, дорогие мои, помните, наше здоровье, наше счастье в нас самих, в нашем уважении и понимании друг к другу. И чем мы больше будем ценить, уважать и улыбаться, и понимать друг друга, тем мы будем здоровы. Это один из главных секретов долголетия. Быть чище, быть добрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин